Так, все, я вижу, очень-очень ждете. Вот, если вдруг вы в нетерпении, очень-очень хотите себе его забронировать, вы можете сейчас уже перейти на сайт Домсказок, Домсказок.рф на мой сайт и уже попробовать стартануть и платить. Но давайте пока в течение часа подождите, я с вами поработаю здесь в эфире и в сториз потом скажу, как вы можете это сделать. Хорошо? Гайдов будет несколько. Первый, значит, будет именно основа фотографии. Там будут все параметры, настройки в теплый, в солнечный день, в съемках, в дождь. Но там очень много всего интересного по кадрированию фотографий. То есть как раз те вопросы, которые вы очень часто задаете. Это как раз те вопросы, с которых мне стоит начинать, с которого я начинала каждый свой мастер-класс. Рассказы про баланс белого, про точку фокусировки, что такое грипп, как сделать так, чтобы вы попадали в фокус, чтобы у вас не было никаких проблем с резкостью. В общем, там очень много всего интересного. Я думаю, что вы найдете, для вас он будет таким, знаете, пособием. Вот. Второй гайд, он будет именно по светоцветокоррекции материала. Здесь будет именно подробная информация о том, как я в Lightroom, Capture One, Camera Raw, о том, как я конвертирую этот материал. То есть, опять-таки, примеры с любыми примерами на солнце, в дождь, в зиму и летом, весной, осенью. Вы посмотрите, куда и как я кручу ползуночки. Очень многих проблема работать в тяжелом солнышке, как же бороться с жестким светом, как сделать хороший скинтон. Допустим, очень больная проблема у многих работать на закате, когда, к примеру, лица красивые, но солнце, то есть заднего фона нет. Либо, к примеру, задний фон очень красивый, красивый закат, а лица черные. Да, я покажу, как я вытягиваю небо, покажу, как я делаю красивую кожу. Это будет второй гайд по светоцветокоррекции. Третий гайд, он будет по художественным приемам. То есть, здесь будет более подробная информация, как я делаю какие-то пылинки, травинки, воздух, пыльцу, блики, новогодние огонечки. То есть, как сделать так, чтобы фотографию, знаете, вот добавить на нее чуть-чуть волшебную пыльцу. Вот, это будет третий гайд по фотографии. Четвертый у нас будет по плагинам и экшенам, то есть, как я работаю быстро. Я научу вас делать все очень быстренько и записывать это в пакетную обработку. Как раз это будет следующий гайд именно по пакетной обработке, как это делать быстро. Как я дошла до такого, что скорость съемок, сдача съемок очень сильно увеличилась в разы. В общем, все эти гайды вы сможете приобрести по небольшой стоимости. Это будет такая инструкция по применению с моими конкретными примерами, с фотографиями, с настройками, в общем, с ползуночками. В любой момент вы сможете открыть, то есть, это будет ваше постоянное пользование передано. Вот, пользуйтесь на здоровье. Конечно же, отдельно мы запустим, мы уже это делаем, отдельно запустим пресеты. Будет очень много разных пресетов. Кто не хочет учиться, кто хочет просто, знаете, получить волшебную кнопочку. Кто хочет просто скачать пресеты, к примеру, там, ванильное небо, да, или какие-то вот... У меня много таких вот фотографий, там, либо какая-то мятная травка, то есть, все-все такое вот интересно. Можете просто там шоколад. Очень многие спрашивают, как сделать так вот, чтобы это было стильно и дорого. То есть, это все тоже можно будет получить так. Что-то мне тут пришло интересное. Вот. А сейчас давайте я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Что вас интересует? Потому что я сейчас вот в том аккаунте, в Трудно быть блогом, рассказывала про личное и публичное. Что же все-таки является личным и публичным, как публиковать, чтобы быть интересным вашей аудитории. Вот. И там были вопросы, которые можно было оставить заранее. Очень много было вопросов по фотографии. Все-таки какую технику, на что снимать. Все, что интересно, пишите. Я с радостью, с удовольствием с вами в течение часика поговорю. А пара объектива будет в первом гайде, конечно. В первом гайде там все есть, да. Там прям подробный разбор на каждую линзу, на каждую технику. А там вы все почитаете, что для чего стоит покупать. Потому что, ну, тоже один из частых вопросов. Постоянно спрашивают, а что мне купить? И надо понимать, что вы хотите снимать. Ну, давайте я немножечко расскажу. Немножечко расскажу. Стоимость гайдов 999 рублей. Меньше тысячи. Вот. Так. Сейчас, секундочку. Даже если есть пресеты скачанные, с ними все равно работаешь уже по факту. Конечно, да. То есть в любых пресетах есть возможность покрутить ползуночки так, как видится именно вам. Так, как хочется именно вам. Для новичка первый. Для новичка, знаете, наверное, первый базовый пойдет 100%. Он прям нужен и необходим. Это, наверное, будет как в Библии. Второй, светоцветокоррекция, тоже очень нужен. Если вы не хотите заниматься художественной съемкой, художественными какими-то приемами, то третий, может быть, вам и не нужен. Вот. Ну и последние тоже будут нужны пресеты, экшены-пресеты. То есть, конечно же, 100%. Вот. Так. Ну, что вам рассказать? Как лучше поступить? Объединить рабочий аккаунт с личным или продолжать вести свой отдельный каждый? Давайте, давайте поговорим. Ребят, не стесняйтесь, пишите вопросы, подключайтесь. Потому что я давно не была с вами в прямом эфире. Надо почаще заводить такую практику. В общем, смотрите. Опять-таки свое мнение. Хорошо? Вот максимально делюсь своим опытом. Вести два блога очень тяжело. Если у вас критическая ситуация, к примеру, вы понимаете, что вы не сможете, вы не можете оставить, к примеру, у вас там детская съемка, и тут же вы снимаете у нее голые попочки. Вкусные, красивые персики, да? И вы не можете рядом с там, к примеру, с новорожденным ребеночком, да, тут выкладывать. Ну, все что угодно. Может быть, есть аккаунты, которые просто нельзя совместить. К примеру, какую-то предметку, да, с чем-то. Или, к примеру, тот же самый Ньюборн, мне кажется, что все-таки он должен быть отдельный. Вот. Если ситуация такая, конечно же, у вас выхода нет, вам придется вести два аккаунта. Но это очень тяжело, это крайне тяжело, и я бы не рекомендовала сейчас это делать. Но только, еще раз говорю, только в том случае, если просто безысходность. Хорошо? Вот. Вот. А так, конечно же, лучше не делить. Почему? Потому что одному аккаунту сейчас очень тяжело отдаться. Это все отнимает очень много времени и сил. Потому что если вести его полноценно. Знаете, сейчас вот я в прошлом эфире как раз говорила о том, что сейчас... Да, если хотите, я сохраню, хорошо. Прерываюсь, да? Плохое, да? Плохо видно, плохо видно, плохо слышно? Раз, два, три. Что-то у меня такое ощущение, что я тоже зависаю. Сейчас, секундочку. Продолжение следует...